Здравствуйте, уважаемые любители и профессионалы, выращивать все везде и всегда. Сегодня мы с вами поговорим о почве. Сейчас в сети полно роликов о том, как приготовить идеальную почву. При этом нам рекомендуют покупать столько всего новомодного, что где на все это взять деньги. Ну, допустим, нам рекомендуют взять где-то торф, сходить, не знаю, на болото, набрать низинного торфа, верхового торфа. При этом его нужно раскислять, еще что-то с ним делать. А вот эта новая фишка с кокосовыми волокнами. Ну, крыша едет на самом деле. Так вот, и среди всего этого красным таким вот маркером звучат возмущения тех людей, которые говорят, что вот раньше мы ничего никогда никуда не вносили и все всегда росло. И вы знаете, что-то в этом есть. И для того, чтобы понять аргументацию этих людей, я решил поставить себя на их место и подумать, в чем же они правы и в чем они не правы. Ну, как я решил себя поставить на их место? По сути дела, я просто вспомнил свое детство. Тогда, давным-давно, в 80-х, начале 90-х, мой отец, конечно же, не покупал никаких биологических препаратов. Ну, может быть, потому что их еще и не было. Хотя нет, конечно же, они были. Причем они были бесплатно. Это навоз. У нас тогда было свое хозяйство. Да, в деревне, конечно, не было практически тех семей, которые бы не держали домашнего хозяйства. И всегда были и куры, очень много. Валесвини, корова. Навоза было столько, что перед перекопкой огорода полдня возили навоз на грядки. А потом еще целый прицеп вывозили на поле, где нам давали землю для картофеля. 15-30 соток и на них вот этот вот прицеп навоза. Вот этот был самый лучший биологический препарат. Кроме того, еще куриный. Конечно же, отец колдовал с этим еще удобрением. А стоит сказать, что он окончил Горецкую сельскохозяйственную академию. И, конечно же, никаких покупных биологических препаратов и никаких грунтов в то время не было. И все всегда росло. Знакомо, правда? Вам, тем, у которых 100 лет назад все хорошо росло без биологических препаратов. А что делали те, у кого и навоза-то не было? Да даже если и был навоз. Есть еще одна такая знакомая ситуация из тех времен, из деревни. У кого-то и сейчас это есть. Помните, поленница или место, где дрова лежали. Чем в деревне отапливали, в принципе, в то время дома? Ну, конечно же, торф, дрова. Когда-то еще и уголь был доступен. И я хочу сказать, что у меня сейчас, у матери в деревне, до сих пор, в том месте, где находятся еще до сих пор дрова, земля усыпана опилками. Корой от бревен, где мы распиливали. Вначале циркуляркой, потом бензопилой дрова. А мы ездили в лес, пилили, валилось это бревно, валилось ствол дерева. Все это в грязи, в этом лесной подстилке. Все это привозили во двор, распиливали. И все это, со всем этим, заносилось все самое ценное на наши грядки. Действительно, а откуда же браться всему этому ценному? Ну, конечно, все было на месте. И все биологические препараты были в одном месте. Зачем было тогда хоть что-то еще использовать? Ну, а что сейчас? Сейчас в деревнях, да, уже в этом веке есть газ. Да, дровами практически никто не пользуется. А если и пользуется, то для мангала, теми дровами, которые можно распилить прямо на участке, выпиливая сад. И, конечно же, из леса уже ничего не привозится. Так вот, и сейчас почва-то истощается. Да что говорить. Раньше мы как перекапывали огород? Бирали лопату и копаешь только там, где была, где должна быть грядка. А сейчас, да у каждого, у кого мотоблок, у кого у брата, у соседа мотоблок, взяли, попросили. Или трактор вообще заедет, там вообще на 30 сантиметров с переворотом перевернет все. Так а где ж мицелию сохраниться гифам, грибов, которые, по идее, должны защищать нашу почву, обогащать всем полезным? Конечно же, это все не сохраняется. А вот патогенам рай. И, конечно же, наша земля сейчас абсолютно отличается от той, из моего прошлого. Но, конечно, если кто-то из вас, сейчас выйдя из дома перед глазами, наблюдает всю ту картину, которую я когда-то видел, когда у вас есть за сараем куча навоза, когда у вас дрова ежегодно привозятся из леса, для того, чтобы вы ими пользовались, когда у вас бродят домашние животные, свиньи, коровы, все это есть. Забудьте полностью о всех биологических препаратах. Для вас это совсем не нужно. У вас все это есть на месте. По идее, вы сами можете эти биологические препараты теперь продавать и изготавливать. Но настоящее у большинства сейчас совсем не такое. Поэтому почву нужно защищать. Почву нужно обогащать. И для этого существуют биологические препараты. Как-то недавно в одном из видео я упомянул, что у производителя биологических препаратов в Беларуси, у Profit, появилась целая линейка различных биологических препаратов. Среди них один есть препарат, который как нельзя лучше подходит к теме нашего сегодняшнего разговора. И это почва-улучшитель. И именно об этом препарате я хотел бы немножко глубже поговорить в этом видео. Зачем вообще в настоящее время улучшать почву? Да потому что мы покупаем семена, которые обработаны в магазине. Обработаны различными соединениями от грибов и от бактерий. По сути дела семя, когда прорастает, вот этот корешок, который выходит из семени, по сути дела на этом семени все уничтожено. То, что будет помогать, то, что раньше бы помогало семени в прорастании и дальше растению в росте. И именно поэтому мы вынуждены покупать вот эти полустерильные грунты, которые нам навязывают за большие деньги. Потому что в обычной земле с грядки эти семена не будут нормально расти. А растение рассада будет болеть, потому что она не защищена. И мы вынуждены идти, идти, тратить деньги на грунт, на всякие обработки, на поливы, на досвечивание. Просто потому что иначе наша рассада будет болеть. И мы не выйдем, как когда-то. На грядочку набрали землю в ведерко, ложечку сухого куриного добавили, замешали, рассада растет и никто горя не знал. Так вот, а то семя, которое сейчас прорастает, которое было обработано, ну, по сути дела, ну, как объясните людям? Это как ребенок, который рождается на свет. Он практически лишен какой-то биологической защиты в виде той же микрофлоры. Но после рождения, да что говорить после, прямо во время рождения, проходя по родовым путям, ребенок получает как раз ту нужную микрофлору, которая вначале заселяет кожу, избавляя от кожных заболеваний, потом заселяет пищеварительный тракт, пищеварительную систему, и формирует тот здоровый микробиоциноз, который помогает иметь ребенку здоровье. И именно эти микроорганизмы, которые заселяют пищеварительную систему ребенка, поверхность кожи, именно эти друзья позволяют ребенку иметь крепкий иммунитет, а в случае нарушения грозит различными аллергическими реакциями, проблемами с кожей. Да и со всем здоровьем у ребенка будут проблемы, если мать не передала в самом начале здоровой микрофлоры ребенку. Если, конечно, она курила, пила, принимала какие-то химикаты. Все это отразится в той или иной мере. Так вот, наше семя, именно как ребеночек, рождается, и мы должны ему что-то дать. И если у нас нету того прошлого, целый прицеп прошлого, а есть всего лишь вот такие вот баночки настоящего, которые могут нам помочь, нужно это использовать по полной программе. В чем польза такого биологического препарата? Да нет, не такого, а именно этого. Именно в том, что он содержит большое количество микроорганизмов разных. Каждый микроорганизм, по сути дела, выполняет какую-то определенную функцию. Большинство из них, из тех микроорганизмов, которые входят в состав этого биологического препарата, продуцируют растительные гормоны. Большинство из этих микроорганизмов продуцируют вещества, способные бороться с патогенами в форме грибов, то есть обладают фунгицидной активностью. Большинство из микроорганизмов этого препарата может переводить в доступные формы соединения калия, фосфора и фиксировать азот из воздуха. Причем фиксация азота не происходит только из воздуха. Некоторые микроорганизмы переводят в доступную для растения форму азота из той органики, которая находится в почве. Потому что обычно микроорганизмы чаще поглощают азот, который уходит потом в атмосферу, либо переводят азот в ту форму, которая для растений недоступна. Эти же микроорганизмы абсолютно подружески относятся к растению и дают ему все необходимое. Вы же помните, что в почве все микро- и макроэлементы находятся в огромнейшем количестве, но, как правило, они труднодоступны для растения. Поэтому микроорганизмы, которые входят в состав этого препарата, очень легко в процессе своей жизнедеятельности переводят труднодоступные соединения калия, фосфора в легко доступные для растения. И это ли не польза? Кроме того, есть еще одно направление, по которому действует этот препарат. Я вам сказал о том, что происходит фиксация фосфора, азота и калия. Кроме этого, происходит синтез растительных гормонов. Что это за гормоны? Да, их там такой широкий спектр. Как правило, это стимулирующие рост гормоны, стимулирующие прорастание. Вот, допустим, гибереллины. Все уже наслышаны об этом гормоне. А что это гибереллин? Гибереллин похоже на какую-то матерщину. А на самом деле этот гормон очень важный и очень важен при прорастании семени. Именно поэтому этот препарат можно использовать даже для обработки семян перед прорастанием. Гибереллин – это один из тех гормонов, которые напрямую активируют гены растения. То есть, бактерии синтезируют гибереллин, он активирует гены растения в семени. А эти гены приводят к синтезу такого ферментика, который называется просто амилаза, но он приводит к разрушению крахмала в семени. То есть, перевод крахмала в более питательную форму и растение прорастает. Видите, как все на самом деле просто, но гармонично. Еще одно направление, по которому действуют микроорганизмы из этого препарата – это разрушение органики. Некоторые бацилусы имеют в своем составе как протеолитические, целлюлолитические ферменты и даже липазы, то есть разрушающие жир. Абсолютно широкий спектр ферментов. Поэтому микроорганизмы разрушают всю органику, которая находится в почве, и предоставляют ее, скажем так, кирпичики, из которых она построена, нашему растению в процессе всего роста. Кроме того, одна из фишек этого биологического препарата в том, что гранулы пропитываются органическим субстратом. Я пока не буду говорить, что это за субстрат, но это не химия, сразу хочу заметить. Этот органический препарат приводит к улучшению питания растения. По сути дела, он включает в себя все нужное для растения на первых этапах, приводя к повышению скорости роста, к стимуляции роста, к повышению в итоге урожайности. И вот даже я сейчас чувствую, открыл баночку и запах. Вы знаете, свежей весенней почвы, когда так и хочется ее вскопать и что-то посадить. По-настоящему приятный весенний запах почвы. Это результат как раздействия почвенных бактерий. Именно запах их мы и ощущаем, выходя весной к себе в огородик. Для тех, кто ценит точность, научность в информации, я, конечно же, и могу назвать некоторые бактерии, которые входят в состав этого препарата. Сюда входят представители бацилусов, Маджавенсис, Амилоликвефациенс, ну и есть и путиды, которые вырабатывают ростостимуляторы и различные другие гормоны. Ну и, конечно же, один из моих любимых ферментов – это аминоциклопропан-1-карбоксилат-Диаминаза. Такое сложное название у фермента, но он очень нужен для растений. Знаете, как он, вот этот сложный фермент работает? Очень просто и очень сложно одновременно. Он убирает то, из чего растения продуцируют гормон стресса – этилен. Слышали? Так вот, фермент, который я назвал, проще его можно сократить – ацикадезаминаза, так этот фермент просто-напросто не дает растению синтезировать вот этот свой гормон смерти, гормон стресса – этилен. Как это действует на примере? Ну вот представьте, допустим, Маяковский решил застрелиться. Знаете все такого, да? Так вот, подставил себе пистолет к виску, нажал, щелк, а нет выстрела. А потому что его друг заранее достал все патроны. Вот именно так и работают эти бактерии. Когда растению плохо, и оно решило, что уже не исправляется с данной ситуацией. И решило покончить жизнь самоубийством, выработкой большого количества гормона стресса, гормона смерти, этилена. А бактерия ему говорит – нет, рано еще руки опускать. Давай сражаться по полной программе за жизнь. И позволяет растению выжить. Ну и, конечно же, повысить свой иммунитет. Почему следует пользоваться таким биологическим препаратом? Да все потому, что мы сейчас живем в настоящем. Когда в почве очень много патогенов. Когда нам навязывают покупку того, на что у нас, по сути дела, и денег не всегда хватает. Поэтому мы должны не бежать и покупать кучу различных биологических препаратов, добавок, дорогих грунтов. Когда можно обойтись чем-то одним. Всего хорошего.